Никита Гордиенко инженер 23 лет. Впервые сдал кровь в 19. С тех пор донорство для него неотъемлемая часть жизни. Несколько лет назад Никита стал неродственным донором для своего генетического двойника, ребенка из Казахстана. Малышу была проведена успешная трансплантация гемопоэтических клеток. И сейчас он здоров. Меня спрашивали, согласен. Я говорил, да, согласен. Потом были анализы, то есть совместимость, что я здоров, что я им действительно подойду как донор. Потом перевезли в Киров. В Кирове вся процедура проходила. Процедура называется ферез. То есть это как сдавать плазму. С одной руки у тебя кровь выкачивают, в другую вливают. Еще одна участница церемонии Наталья. Она сдает кровь с 1995 года и помогает людям каждый день, так как работает медицинской сестрой-анестезистом. Работая в реанимации, работая с тяжелобольными, понимаешь, как важны компоненты крови, что их количество тоже надо как-то пополнять. Поэтому кто, если не мы, медработники, поэтому как-то стараешься помочь людям. Донорство крови и ее компонентов – это важная часть системы здравоохранения. Как технология переливания развивает медицину. Кровь применяется при операциях, трансплантациях, при родах и во многих других вмешательствах. Одна сдача крови может спасти три человеческие жизни. В прошлый год ковид. Передвижения практически были запрещены. Но вы помните, насколько была тяжелая ситуация. Но доноры приходили, сдавали кровь. И пациенты, которые находились на химиотерапии с онкозаболеваниями, эту кровь получали. Получали кровь и по ургентным показаниям во всех отдаленных поселениях края. Это важнейшая миссия. Это люди, которые несут ясную, светлую мысль всем окружающим. Медали и статуэтки пеликана, символы безвозмездного донорства, вручили машинистам, сотрудникам полиции, слесарям, педагогам, врачам и студентам. Эти жители Хабаровского края прежде всего альтруисты, которые мотивированы желанием помочь другим. Мы сегодня вручаем нагрудные знаки почетный донор России, удостоверение к ним. В соответствии с приказами здраво-российской федерации нашим донорам. Это те люди, которые сдали безвозмездно 40 или более раз кровь, либо более 60 раз кровь и плазбу. И также мы подвели итоги конкурса нашего. И у нас 12 номинаций сегодня, которые мы вручаем, разные. Во время мероприятия все желающие могли узнать свою группу крови. Благодаря экспресс-тестам результат озвучивали моментально. Юлия Сиденникова, Андрей Терехин. Смотри Хабаровск.